Мерседес Бенц А вот автомобили с пробегом в России теперь обойдутся дороже. Средняя цена такой легковушки за последний месяц выросла на 1%. К этому выводу пришли аналитики автостата, изучив предложение о продаже авто на популярном портале. Интересно, что в июне россиян, желающих продать свой авто, стало меньше. Количество объявлений упало на 7,5% до 170 тысяч штук. При этом средняя цена легковушек не старше 2006 года достигла 686 тысяч, показав прирост в 1%. Лидирует в этом сегменте, как и прежде, японская Toyota Corolla 2008 года выпуска. Следом за ней идет американский Ford Focus. Продолжаем автомобильную тему. Средняя выплата по ОСАГО в России за последний месяц выросла на 40 с лишним процентов. Об этом сообщили в Российском Союзе автостраховщиков. В целом за первое полугодие выплата составила 62 300 рублей. Но и сам полис автогражданки теперь обойдется дороже на 20%. В среднем страховые агенты продают ОСАГО по 6 тысяч рублей. Доход компании также увеличился. В июне он достиг 114,5 миллиардов. По словам президента Союза автостраховщиков Игоря Юргенца, проблема доступности ОСАГО должна решиться с запуском обязательных продаж электронных полюсов. В консолидированный бюджет Новосибирской области за первые 6 месяцев налоговики собрали свыше 50 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем было годом ранее. Тем не менее, острая остается проблема задолженности по налогам. Подробнее об этом деловые новости поговорили с Алексеем Легостаевым, руководителем налоговой службы по Новосибирской области. По состоянию на 1 июля совокупная задолженность у нас в области составляет 21,9 миллиарда рублей. Из нее 15,5 это налоги, а основное пение штрафа. С начала года нам удалось по статистике сократить совокупную задолженность почти на 6 миллиардов рублей. На снижение задолженности в большей степени оказало влияние проводимая налоговыми органами работа по исключению недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра налогоплательщиков. При этом одновременно проходило списание невозможной к обзысканию задолженности. Всего в первом полугодии из госреестра было исключено более 9,5 тысяч организаций. При одновременном списании невозможной к обзысканию задолженности на сумму почти 7,3 миллиарда рублей. Ну и в целом количество организаций, которые у нас числятся в Едином государственном реестре, сократилось со 144 тысяч до 136 тысяч налогоплательщиков. Налогоплательщика Поэтому прокат одежды – отличный способ сэкономить. Наибольший спрос приходится на праздничный гардероб. Причем услугами проката пользуются люди с самым разным достатком. Однако, по мнению экспертов, на фэшн-ритейл популярность этого тренда сильного влияния не окажет. Это просто новая, востребована на данный момент ниша, которая будет расти, но не более чем, к примеру, индивидуальный пошив одежды. Тратить стали меньше. Оборот розничной торговли в регионе сократился почти на 4%. Об этом сообщают специалисты Новосибирскстата. Оборот этого сегмента экономики в области за первое полугодие составил 214 миллиардов 200 миллионов рублей. По данным статистиков, на одного жителя региона приходится в среднем 77 тысяч. Среди субъектов Сибири Новосибирская область занимает второе место, уступая лишь Красноярскому краю. Основную часть оборота розничной торговли формируют крупные и средние организации. В структуре покупок ситуация следующая. 53% приходится на непродовольственные товары, остальное – продукты, напитки и табачные изделия. Тем не менее, аналитики международных исследовательских компаний зафиксировали в российской торговле небольшое оживление. Индекс потребительского доверия Нильцин в России поднялся на три пункта с минимального значения за последние годы. За Уралом посещение магазинов увеличилось на 3 с лишним процентов. Однако в Сибири ситуация обратная. Этот показатель упал на 12% пункта. Это объясняется снижением потребительской активности и инфляции. Несмотря на снижение посещаемости в Сибири и на Урале, есть объекты, которые демонстрируют хорошие показатели. Если у торгового центра качественный пул арендаторов, он, безусловно, может быть успешным и на падающем рынке, уверены эксперты. Курс рубля к доллару в понедельник вырос и сейчас составляет 64 рубля 92 копейки. Однако в Минпромторге России уверены, такой уровень достаточно комфортный. Цитата дня у Дениса Мантурова, главы ведомства. На этом мы заканчиваем выпуск деловых новостей. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи.